Привет, мы с вами находимся в центре города, недалеко от Бульварного кольца, станция метро Чеховская. И здесь, в Тверском районе, от улицы Малая Дмитровка и до пересечения улиц Петровка и каретный ряд, проходит Успенский переулк с односторонним движением автомобильного транспорта по одной полосе в сторону улицы Петровка. Длина переулка составляет 400 метров. Назвом был переулк еще в 17 веке по храму Успене Пустой Богородицы в Путинках, который располагался на территории Посольского путевого двора. Ну, Путина как путь, дорога, путешествие, как бы, да. Ну, здесь такая была остановка, очевидно, да. Путников, которые шли дальше, наверное, по дороге на Дмитров и в другие всякие города. Ну, а храм сохранился, так что название вполне себе актуальное. И, несомненно, этот храм является главной доступопримечательностью этого переулка. Жилых домов, кстати, в этом переулке нету. В основном находятся офисные, там, посольские здания, ну и храм, конечно. В начале улицы много офисных зданий под номером 3, они разных времен постройки. В том числе, интересно, здание офисное под номером 3, строение 4, начало 20 века. Раньше тут была особняк генерала Муравьева, осадика Бриста Александра Муравьева. В 1900 году фасад особняка был полностью перестроен для приюта Екзаветинского благотворительного общества. Ну, а это здание уже является новоделом. В 1990 году. Раньше тут еще была хоккейная коробка соседней школы для лух и немых. Рядом находится мастерская скульпторов Сагаяна и Сагаянов, два скульптора. Под номером 3а. Это бывшее здание изолятора для грудных детей Екзаветинского благотворительного приюта начала 20 века. Во дворе мастерской стоит много скульптур. Ну и вот рядом, по другую сторону, напротив, в переулке находится главный объект. Это православный храм Успения Христовой Богородицы в Путинках. Под номером 4, строение 5, построенный храм был в конце 17 века на территории путевого посольского двора, где останавливались иностранные послы, перестраивался и обновлялся в 15 веке. В советское время был закрыт, сильно пострадал, в нем был жилой дом и швейный цех. Колоколь вообще была снесена, но была открыта в 1992 году. Построен в селе Московского барокко, состоит из основного объема на подклете с пятиуглавами, трапезной и колокольней. Нижний 4 храма, завершен двумя рядами кокошников с пятиглавием. Улычные река обработаны укороченными тройными полуколонками. На боковых фасадах мы видим перспективные порталы. Окна имеют колончатые наличники с разными похожими на вершины, треугольными на оксиде, телевидными на храме и трапезной. Сердник предел трапезной с полуколуглой оксидой, завершен двух низким восьмеряком, декорированный угловыми лопатками, карнизами и перспективными нишами, в которых примечены прямоугольные окна. В этом церкви сохранил двухэтажный дом притчата 18 века и ограда 19 века. Храм примыкает к посольству Судана, зданию под номером 4а, а напротив находится производство бактериальных препаратов. Компания их производит под номером 5 с несколькими строениями на ограженной территории. Причем производство препаратов происходит здесь с конца 19 века. Раньше здесь находился особняк Чукина, построенный в 18 веке. За ним находится посольство Бенина, еще одно посольство, в этом периодике, двухэтажное здание под номером 7. Напротив, за храмом находится медицинское училище, здание под номером 8. Затем идут два офисных здания. Под номером 10, шестиэтажное, построенное в начале 20 века, бывший доходный дом, и 12, одноэтажное здание. Рядом находится лаборатория Габричевского микробиолога, под номером 12, районе 3, двухэтажное с соколем здание. Дальше идет у нас территория Московской городской думы. Это приемная дума под номером 14 и одно из зданий, комплекс зданий под номером 16 с небольшим парком, который находится как раз между улицей Петровка и Успенским переулком. Но парк, говорят, пускают только по выходным, поскольку когда бывает заседание Московской городской думы, туда не пускают. Ну и там довольно такой строгий контроль идет. На входе в парк. Бывший, здесь когда-то находился консультативно-диагностический центр по иммунопрофилактике, который переехал, соответственно, отсюда до на, на улицу Машла Березова, это около метро Октябрьское поле. У нас сюда въехала вот из бывшей усадьбы Гагаринка на Стасовом бульваре, как раз вот Мосгордума въехала. По-моему, в 2015 году произошло это. Ну, не так давно. Вот такой переулочек, где довольно много старых зданий, есть храм, куда можно тоже сходить, так что думаю, имеет смысл туда приехать. Забрался лучше от 2-го Чеховска, а пешком через улицу Малая Дмитровка. Вообще транспорт по этому переулку не проезжает. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.